всем привет с вами диктофон и сегодня мы поиграем в игру под названием blunts td6 и в игре у нас появилось новое событие связано видимо с днем независимости сша и тут надо будет проходить обычные карты за которые мы будем получать определенные бонусы и тут 4 фейерверка как я понял чем сложнее слов но вы поняли тавтологию тем больше сложности у карт тем больше будут давать фейерверков а за них мы уже будем как раз таки получать наши сундуки с определенными бонусами но суть нашего видео не в этом заключается а в том что мы будем проходить испытания которое посоветовал мне зритель то есть мы можем также выбираем ту же карту что и проходили на предыдущем испытании выбираем сложные сложные но она бы заключаться в том что мы сможем использовать только одних подводников то есть в прошлый раз мы пробовали с обезьянами флипбустерами то есть сейчас у нас будут только подводники потом посмотрим что у нас выйдет поставили пока 1 и потом будем смотреть я вроде бы проверял и у нас есть возможность того что они смогут пробить все виды шаров то что нет такого что они не справятся то будем надеяться будем качать и посмотреть что у нас выйдет пока принес все донки не сложно мне еще всегда удивляет как они так бросают дротики у них есть способность что эти дротики уже вылетают за их радиус и стреляют дальше то есть вот видите в самое начало прям попали несмотря на то что как бы это не касается их радиуса плюс поэтому не будем жаловать мне просто хотелось почитать где-нибудь может быть написано насчет этой способности то я вообще не вижу ну ладно так наверное вот эту обезьяну которую посередине мы будем качать по верхней линии верхняя линия как раз таки у нас и будет отвечать за обнаружение наших кампулированных шаров но дальше я не знаю я не знаю насчет линии посередине и нижней линии что в них заключается то есть похоже линия посередине она прям наносит большой уровень малым большой урон а линия снизу она просто такая скорострельная и всем хорошо наносит урона поэтому наверное мы прокачаем одну которая сверху чтобы у нас тут кампулированные шары все обнаруживались обнаружались и в основном наверно будем качать нижнюю линию потому что все таки с ней будет лучше так как я смотрел вроде бы линия посередине она очень дорогая прокачка там дубляет функцию постоянно обнаружение публированных шаров радиусе мы все скрываем правда я не знаю рано мы это похоже сделали ну да ладно еще его может пока поднять или как тут пускай вот так рядом потом он когда будет приближаться кумбированные шары просто его погрузим под воду и пускайся там чили потом прокачаем у него радиоактивные лучи или что-то там как тут шар тони и вы реактора и они тогда уже будут под водой тоже носить урон уничтожать слой шаров что собственно и поможет и пригодится я даже не знаю дротики подводников могут пробивать еще три шара хотел так попробовать что в основном будем качать нижнюю линию еще два посередине качаем но несмотря на это я всегда обычно качал таких подводников полностью на нижнюю линию едва сверху чтобы они могли видеть через радиус других обезьян поэтому потом проверим какая прокачка будет сильнее как будет лучше тем временем 20 раунд я лучше погружение сделаю это мне такая что скоро уже должен появиться от конкурированный шар и сон уже не был опрос никогда не могу запомнить на каком раунде он появляется может быть на 24 да да о как я угадал там быстро уничтожили все хорошо хозяин взрывчатые дротики идем дальше пока что три этих подводника хорошо справляются несмотря на это очень странно название обезьяны от лодни подводник несмотря на то что под водой находится всего верхняя линия если ее прям вкачивать в основном они все равно находится над водой не как сами обезьяны может быть поищу это это очень сложно просто играем а ей а чё у нас чё надо качать так тепловые дрочки вроде замороженные станции я по случайности уже даже предусмотрел это невероятно так сейчас хочу накопить полторы тысячи на баллистическую ракету а этому подводнику которую качаем наверх ему даже мне кажется не надо никаких побочек качать так как он нас будет всегда под водой как бы смысла я в этом не вижу просто зарядки потратим кончусь он у нас отрастет прикольно я не замечал такого еще шапка такая модная а в чем прикол почему именно так он выглядит ну да ой нормально контейн на пингвин отыкнул он улетел купим на тройные пушки вы легче справляться было хотя пока что и так все нормально все лет хорошо к новинок пришли как эти снова давайте вот мое развлечение будет пока ждем вот этот пингвин на воду отправлять хочу поплавлю не знаю а не откопим на бронебойные дротики все купим на них я просто сейчас посмотрел что у нас уже 36 раунд а на 40 же у нас пойдет мол а я не знаю хватит ли нам сейчас мощи для того чтобы справиться с ним поэтому бронебойные дротики точно пригодятся почти накопили начали и мне такая что сейчас мы должны при этом справиться посмотреть что докапано на что копить даже не знаю насчет мощного вверх мощный верный удар способности они очень прям так люблю раз всякие способности так как зачастую они могут быть хуже чем сам улучшение обезьяны оденком цикл нормально куплен удалить нам пока нет смысла что-то удалять все хорошо легко нормально сейчас я хочу еще одну такую по подводнику поставить нам что хорошо было печали уже посередине и верхней линии она ведет через радиус и других это нам очень пригодится ну что казалось бы она стоит далеко и радиус не не затрагивает это место так как это обезьян затрагивает эту позицию он видит через радиус и других то он также может бить в этих территориях как я постарался не повторять слова вы ужас как тяжело говорить научите меня особенно с нашей жарой это вообще нереально просто включишь компьютер и уже умирать хочется потому что жарко невозможно еще как он нагреется так это все конечно мы ничего не пропагандируем живем живем как можно больше что хорошо у нас будет а жара это временно проблема не время мы совсем справимся а это подводник кстати очень много наносит больше чем вот это мне так кажется вот сейчас этот подводник он очень быстро долго нет а почему проходим почему проходим ладно немного прошли хватит я сейчас хочу тогда 200 накопить на шартоневый реактор чтобы он может быть еще сам начинал уничтожать а не только обнаруживал шары чтобы было проще против конфлированных ну ничего в принципе пока что у нас все нормально и это радует все извините я снова с вами мне просто пришлось недолго отойти мы не позвонили так что у нас было а я же на шартоневый реактор копил так быстро накопили кстати энерджайзер сокращает время перезарядки способностей на 20 процентов в любом месте находясь в радиусе действий герой зарабатывает опыт на 50 процентов быстрее и время перезарядки способностей и водных обезьян сокращается вдвое но тут кстати единственное что полезно это сокращает время перезарядки способностей остальное так то вообще бесполезно я считаю так как опыта у нас на наших обезьянах очень много или тут что а герой зарабатывает опыт то есть это если бы мы все поставили наверно то он был бы сильнее я не знаю так поставим по округе нашего озера еще несколько подводников чтобы мы могли задействовать всю ее территорию так чтоб все видели и сейчас будем постепенно их качать в принципе это будет быстро надеюсь пока что у нас идет все вроде бы хорошо надеюсь что у нас не пойдут никакие шары которые мы не сможем пробить так то вроде бы все должно уничтожаться с помощью наших обезьян да этот подводник уже даже этого обогнал то есть лучше все таки качать верхнюю линию и нижнюю как я и делал обычно но зато с помощью этой обезьяны мы сможем ну можем пробивать эти пинцовые шары то есть все равно от этого бонус хотя мы их помощью этим можем все как бы сносить поэтому тут такая вот палка о двух концах и без этого можно справиться ну почем бы и нет уже есть мы не бросаем эту обезьяну она все равно молодец она старается она что-то допытается я думал что у них будут арты отличаться от разницы прокачки но оказывается нет так с камуфлированными свинцовыми шарами вроде бы справляемся так шар класса BFB или как я всегда называю просто большой или красный дирижал мне так проще хотя наверное надо все таки заучить потому что у них есть разница такая причем нормальная так со всеми пока что у нас все здесь хорошо и вот у меня есть такое сейчас тут желание накопить на короче нижнюю часть полностью то есть на командира подводников чтобы он так же он вроде будет давать бонус всем обезьянам обезьян подводникам по крайней мере поблизости ну давайте почитаем повышаем урон и пробивательность способность командира и всех подлодок в радиусе его действия чтобы увеличить радиус мы вот это вкачаем он вроде должен затрагивать всех я надеюсь это пока читал что-то смотрю у нас было пару опасных моментов но счастье мы их миновали осталось накопить 27000 хотя попробуйте это сделать за 15 раундов если мы их вообще пройдем так вроде должно быть все нормально и если у нас вот в один момент прошло пару шаров и у нас было 115 хп в сложности а потом они отрогенились и все и больше никто так и не прошел к счастью и не надо тем временем у нас уже почти 7000 накоплено то есть осталось 20000 ну 20000 за 14 раундов мне кажется это спокойно можно выполнить потому что 70 раунды они уже будут идти с большим количеством всяких шаров и тогда денег можно будет прям неплохо заработать то есть за один раунд там тысячи две-три спокойно выходит наверное наверное причем так если в прошлом в прошлой серии где выполнялось питание было проще в плане денег так как мы ставили флип бустеров и прокачивали очень много из них на нижнюю линию где они давали дополнительные деньги то с подводниками такое не работает нет таких уровней у них которые дают дополнительные деньги по-моему по крайней мере я не замечал ну да ладно вроде пока же все равно справляемся но единственный минус в том что мы не сможем прям так напрокачивать как бы нам хотелось ну кстати вот как я вам и говорил что деньги сейчас прямо идут рекой довольно таки уже 15 тысяч то есть нам осталось 12 тысяч накопить всего за 8 раундов мне кажется мы спокойно это сделаем то есть даже еще 80 раунд мы уже прокачаем нашего командира подводников красными дирижаблями с ним пока что вообще легкость управляемся мне кажется 80 раунд мы тоже так прям закончим его спокойно то есть осложнений никаких не будет единственное ну потом попробуем дальше пройти посмотреть что у нас будет мне кажется все должно быть нормально но насчет слотого уровня у меня уже возникают некие такие вот прям проблемы ну точнее как я так думаю что у нас будут некие проблемы так как там и появятся быстрые дирижабли а я как понял у них еще такая способность что они сами по себе камуфлированные так что нам придется наверное поставить еще пару таких подводников где-нибудь вот здесь или может что вот здесь чтобы был увеличенный радиус обнаружения камуфлированных шаров может быть мы тогда сможем более-менее тогда справиться а чем ну как раз таки это даже не минус это просто у нас состоит в этом челлендж наши испытания ой-ой-ой-ой-ой-ой ой справились фух все нормально я имел ввиду про то что у нас озеро по центру нашей карты то есть не в начале не в конце если бы было бы тут пару озер то было бы вообще запросто все пройти а так как зачастую мы пробиваем многие шары уже посередине карты и не могут дальше идти то есть уже будет сложнее пробивать их так все командира подводников прокачали вот только на вот этого подводника не работает но наверное только из-за того что он погружен под воду я не знаю так как бы нам так сделать сейчас даже не знаю чтобы у нас вот радиус обнаружения был хороший ой он так под воду ушел я вообще его потерял нормально слушайте нормально так так вот здесь у нас вот тут две зоны они довольно таки плохо обнаруживаются потом тут можно поставить еще где-то одного покачать его и посмотрим ну сейчас посмотрите у нас вот эта проблема зона и вот эта но она такая прям всего пару сантиметров составляет поэтому невелика потеря я считаю так ну чё справимся мы ну вроде должны запросто причем так во все так продолжаем нашу полугольную игру само испытание вы можете сказать выполнили спасибо большое зрителю который мне предложил это испытание я рад что я попу выполнить что она оказалась не таким прям сложным но интересным то есть один вид обезьян и может справиться спокойно до 80 раунда минимум если вам интересно будет как я буду пробовать проходить испытания другие причем то вы можете писать в комментариях и я попробую действительно их пройти как будет свободное время так сразу же буду проверять только единственное пожалуйста вы предусмотрите то что это испытание будет проходимо чтобы я не просто так прям пыталась и старалась его пройти заведомо то испытание которое невозможно будет выполнить я хочу все таки мощный верный удар попробовать прокачать или нам стоит копить на энергайзер вот вообще без понятия на самом деле хотя наверно сейчас больше муа валя нужны с ними справляться по крайней мере так сейчас 34 тысячи автоматически дает могучий залп снарядов каждый раз когда очередной шар класса муа валя появляется у входа ну слушайте давайте попробуем накопить на это есть 15 раундов чтобы набрать как раз таки двадцать тысяч может может мы успеем надеюсь на это хотя сейчас мавов то еще больше будет идти с каждым раундом если давайте на мои денег больше будем получать но мне правда было бы интересно успеть накопить это до сотого раунда глядишь мы может и пройдем того тот фиолетовый дирижабль я не помню какого он класса единственное что я знаю что он действительно очень силен и даже не выполняя всякие челленджи у меня редко когда получается его пройти вообще как не всегда то есть иногда возникают такие трудности где правда не получается это сделать но здесь может быть мы сможем накопить и у нас все будет хорошо так пока мы накопили уже почти двадцать одну тысячу а еще даже 90 раунд что меня очень радует что у нас довольно таки есть время на все это только единственное что меня пугает что скоро должны пойти быстрые дирижабли и я не знаю будем ли мы с ними справляться или нет мы посмотрим а то я как обычно говорю у нас все хорошо у нас все хорошо а потом резко что-то пойдет и все уже не то чтобы все хорошо просто мы уже слились просто все уже ой 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 идут ну вот вы посмотрите ну как жить то с таким и тут даже и тут даже бы эта способность бы нас не спасла я не знаю слушайте что делать как бы и продолжить бы хотелось бы посмотреть что да как то есть как продолжение уже стоит пятьсот ну 90 раунд я считаю хорошо нормально ну то есть ну что делать что с ними делать надо посмотреть в том как их пройти может быть потом попробовать сможем ли мы дойти до сотого раунда с этим подводниками точнее как даже до сто первого и пройти этот еще фиолетовый гигантский моб поэтому испытание я считаю выполненным надеюсь вам понравилось это видео пишите комментарии о том какие испытания вы хотели бы увидеть на канале в этой игре а с вами был диктофон всем удачи и всем пока